друзья всем привет на календаре сегодня 8 марта и прежде чем начать свой сегодняшний влог я конечно же хочу поздравить всех своих подписчиц всех своих зрительниц с праздником весны 8 марта и пожелать ну что мы сейчас желаем друг другу конечно же мирного неба я знаю что меня смотрят много украиночек пожелать вам девочки женщины скорейшей победы украины пусть как можно скорее будет мирное небо у вас над головой и пусть ваши мужчины если они в данный момент защищают украину пусть они вернутся домой здоровые и невредимы ну а у нас на сегодня запланировано как я и сказала в прошлом своем видео запланирована интересная необычная поездка сейчас расскажу вам куда мы едем у нас ребят а пару месяцев назад произошла неприятность с нашей машиной мы машину паркую на улице так как и все нью-йорксы так как у нас нет гаража и нет драйве поэтому паркуем машину там где найдем место на улице так вот пару месяцев назад у нас но мы так догадались скорее всего это большая мусорная машина снесла у нас ступень у нас такие как я не знаю ребят как их назвать я я очень плохо разбираюсь в деталях к машине очень там у нас такие ну наверное ступенька дали как ее назвать такие длинные металлические ступеньки мы их покупали сами мы после того как купили машину купили мы поддержанную машину мужу хотелось как-то ее немножко украсить и он купил вот такие вот длинные ступеньки с каждой стороны но я думаю вы поняли да о чем я говорю кстати муж не хочет чтобы я снимала эту поврежденную ступеньку потому что выглядит реально очень некрасиво так вот муж в один прекрасный день вернее не прекрасный день идет к машине и видит что полностью вот это вот ступенька оторвана но мы так догадались что это проезжала большая потому что это случилось ночью а ночью в основном ездят вот эти вот знаете огромные мусорные машины которые по улицам собирают пакеты с мусором так вот скорее всего это эта машина задела слава богу не поцарапала ну саму боковину а вот эту ступеньку она наверное задела как-то и в общем то она была вообще вот так вот выгнута из наполовину сорвана но муж как смог ее знаете немножко выровнял но все равно и и она уже не годится ее нужно откручивать саму эту ступеньку и выбрасывать так вот долго мы искали саму эту ступеньку потому что она нам нужна одна с получается это с правой стороны да и мы долго искали потому что она в интернете только про продаются две две ступеньки нам нужна одна и вот в конце концов нашли мы одну ступеньку мужчина продает эту правую сторону вот и цены на них бешеные просто две ступеньки стоят 600 долларов да но мы нашли за хорошую цену она правда поддержана не новая но я даже торговалась с ним он хотел 240 долларов я с торговалась за 210 так вот и он хочет чтобы люди не хочет отправлять потому что отправка стоит тоже там наверно долларов 100 не хочет с этим иметь дело и так и написал что только пикап только чтобы люди приехали и забрали так вот мы списались с этим мужчина я с ним еще с торговалась как мой бывший муж еврей говорил торговался до до хрипоты так и я торговалась до хрипоты ну это все в переписке в общем то сбросила мне всего 30 долларов я там вообще хотела за 180 нет говорит 210 но было 240 я сторговалась за 210 ну это хорошо знаете 30 долларов на бензин так вот сегодня нам нужно поехать забрать эту ступеньку живет он не близко живет она в соседнем штате нью-джерси так что вот у нас сегодня будет такое небольшое путешествие едем забирать эту ступеньку муж мой пока еще спит час пойду его будить потому что нам нужно уже выезжать а пока сделала вот с собой такой завтрак муж меня когда просыпается сразу понятно как каждый человек сразу кушать не хочет а вот такие вот бутики сделала с собой в машину что по дороге перекусим поджарила хлебушек рыбная намазка яйцо и авокадо сверху сейчас сделаю кофе такой большой термосочек на двоих одну чашку на двоих хватит и будем собираться в дорогу я собралась в дорогу со своей едой сейчас муж увидит будет смеяться но что чтобы не терять время и деньги не тратить вот такой у меня завтра ну что где он там идет или не идет я тому мужику сказала что мы будем после трех сейчас уже 230 за час мы не у и не доедем я посмотрела по навигатору час двадцать сюда и ехать ну смотря еще если не будет трафик то час двадцать а если будет будут заторы на дорогах то не знаю когда мы доедем бери завтракаем машине ну что ребятки поехали едем на рабочей машине ну что муж сказал может быть это штуковина длинная не влезет в наш мерседесе так что едем на рабочей машине ну и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Нет, здесь какая-то другая еда. А вот, по-моему, этот торт, который я у них всегда беру. Да, вот этот один остался. Вафельный шоколад. Вкуснятина такая, ребят? Что у них еще здесь вкусненького? Митболы? Митболы лучше, чем митбол. Да, хорошо. О, смотри, они имеют фиш. Фиш? Фиш. Может, я возьму салмон. Красную рыбу хочу. Ай! Она хочет фиш? Митболы. 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 Что это? Фиш и помидоры. Это вече. Мы кушаем с таким красивым видом. И вот возле нас еще самолеты пролетают. Аэропорт рядом. И посмотрите, ребят, какой закат красивый. Ребята, у нас вечер. Мы уже дома. Вернее, я дома одна. Муж уехал на работу. Приехали мы из ИКИ. Кстати, эту вешалку мы не нашли. Мы ее искали, искали. Бродили, бродили по магазину. Вешалку не нашли. Говорю мужу, может быть, мы просто ее пропустили. Не увидели. Потому что ИКИ настолько большой магазин. Давай спросим у продавца-консультанта. Спросили у продавца. Он посмотрел нам на компьютере. Показал нам все, что у них есть. Этой вешалки там не было. Я говорю мужу, мне кажется, что их просто уже убрали из продажи. Бывают у них в ИКИ. Вот постоянно обновляется товар. Когда-то что-то я вот точно так же искала. И просто какие-то товары они уже убирают из продажи. Я говорю, просто мы не успели ее купить. Потому что мы ее видели уже давно. Наверное, ее просто уже нет в продаже. Жалко, конечно. Вешалка была классная. Нам бы вот сюда в прихожую была бы она классная. Но ничего. Что-нибудь другое купим. Приехали из ИКИ. А, мы купили. Мы еще кое-что купили. Я вам сейчас покажу и расскажу, что мы купили. Так вот. Там несколько, три коробки такие нужно было выгрузить из машины. Остановились у нас здесь возле нашего подъезда. Как гидрант такой. Но на гидранте нельзя оставлять машину. Там на 5 минут можно оставить, чтобы выгрузить покупки. И потом нужно убирать машину. Потому что можно за это получить штраф. И мы вынесли эти коробки. Муж говорит, ты иди домой. А я пойду машину запаркую. Приходит, приходит домой. Какая умничка. Не забыл, что сегодня международный женский день. Приходит вот с такой красотой. Вот, ребят, смотрите. И говорит мне. Я знаю, что ты очень любишь тюльпаны. Но вот других не было. Только такие. Я говорю. Ты что? Это же самый классный тюльпан. Говорит. Но они очень маленькие. Говорит. Ты ничего не понимаешь в цветах. Они же распустятся. Вот он принес. Они даже еще меньше были. Видите, они уже немножко распустились. Завтра я просто уверена, что они вообще вот так откроются. Я даже не видела, какого они цвета. Вот сейчас я вижу, что они красные. Я говорю. Ты что? Это же самые классные. Когда приносишь, они уже как открытые, то они на следующий день или через два дня уже начинают осыпаться. А эти будут долго стоять. В общем-то, такая у меня красота. Мне так приятно было. Сейчас, ребятки, покажу вам, что мы купили в IKEA. Вот наши покупочки из IKEA. Но, ребят, показать не покажу, потому что это все запаковано. Но сейчас расскажу, что купили. Так, это пока отставлю. Это купили шкафчик в прихожей. Вот у нас как бы две прихожие. Вот это одна прихожая. Вот вторая прихожая, которая ведет туда, в спальню и в ванную. Так вот, там у меня такое место. Но, ребят, это потом. Может быть, в другом видео я покажу. Потому что эта полка меня пока что мало интересует. Вот она. Это ее надо собирать. Короче, это у меня будет такая полочка. Она с зеркалом для моей косметики. У меня столько косметики, что вот мне нужна была такая полка. Мы ее купили. Пока что она меня не интересует. Я даже не хочу ее открывать, собирать. Что хочу сейчас вам показать. И, может быть, у меня сегодня будет настроение и силы это собрать. А, может быть, и не буду собирать. Не знаю. В общем-то, ребят, помните, мы покупали, купили. Ой, блин, это же ступенька. Муж ее принес домой. Вы видите, она вот посередине квартиры лежит. Сейчас надо будет куда-то ее убрать. Это ступенька, за которой мы, черт знает куда, ездили сегодня. Так вот, помните, да, вот это вот зеркало. Вот смотрите. Красивое, очень красивое, шикарное. Вот это вот большое зеркало. Но вы видите, что диван его наполовину закрывает. Я говорю мужу. Это вся красота вот этого зеркала. Она как бы наполовину закрыта. Да, мне хочется, чтобы это зеркало было повыше. На нем, там вот сзади него нет крючков. Его невозможно повесить. Вообще оно рассчитано, чтобы оно стояло на полу. Ну, вот его бы, да, идеально было бы повесить повыше. Там, во-первых, нет этих крючков. И оно настолько тяжелое, что, мне кажется, даже опасно его вешать. Так вот, я хочу его немножко приподнять, чтобы это зеркало. Ну, вот смотрите, отсюда. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот отсюда. Если посмотреть, то оно сильно низко стоит. Мне хочется, чтобы оно повыше было. Я хочу что-то вниз поставить, чтобы его поднять. Так вот, в IKEA сегодня купила вот, как бы вам сказать, такая, как... Даже не знаю, столик. Ну, в общем-то, он такой узкий-узкий столик. Но мне кажется, он идеально вот сюда вот подойдет. И тогда вот это вот зеркало поднимется. В общем-то, сейчас попробую его собрать и сама поставить. Мне хочется, чтобы муж приехал с работы и увидел, насколько лучше смотрится это зеркало, если оно будет повыше. Ну, не знаю, смогу ли я это зеркало сама поднять, потому что оно очень тяжелое. Ну, и сам вот этот столик, узкий вот этот вот столик, не знаю. Я мужу говорю, слушай, если не понравится, не подойдет он именно для этого зеркала. Куда-то поставим в другое место, потому что он реально классный, он мне понравился. И стоит он, ребят, 24 доллара. Ну, это вообще, знаете, копейки. Стоил бы он там, знаете, 80, 90, 100. Ну, я бы еще подумала. А так, 24 доллара, его можно поставить куда угодно. Можно там спальню нашу поставить и будем пользоваться. В общем-то, сейчас хочу собрать. Надеюсь, это все не очень много времени займет. В общем-то, все. Открываю это все и собираю. Обожаю айкию и даже люблю вот эти все вещи собирать. Муж у меня терпеть не может, собирать мебель и зайки. А мне нравится, так интересно читать вот эти все инструкции. Так, начинаем. Ну, что здесь? Вот здесь даже нарисовано, что этот столик нельзя класть на пол, а нужно класть на ковер. Ну, слушайте, идеально. У меня как раз это все на ковре. Так, мне что здесь нужно? Карандаш, отвертка, такая отвертка. И молоток. Это у меня все есть. Начинаю собирать. Думаю, это все не сложно будет, потому что здесь всего, смотрите, сколько. Одна, две, три, четыре, пять. Ну, это ножки. Четыре ножки. Вот две вот такие вот детали. Поэтому, я думаю, все это будет легко и быстро. Они такие смешные, даже вот в инструкции нарисовано. Если вы начали собирать, и у вас есть вопросы, и вы что-то не понимаете, позвоните в Айкию, и вам все объяснят. Так, ну, я думаю, звонить я никуда не буду. Обо всем разберусь. Кстати, ребят, вот этот вот шкаф, вот этот вот шкаф, да, но здесь, конечно, попотели мы сможем. Ну, в принципе, по инструкции собирала я. Да, он крутил там все эти шурупы и гайки, все это закручивал, поднимал. Ну, а по инструкции собирала-то я. Мне так это все нравится. Вообще, наверное, мне нужно было быть инженером. У них настолько понятные вот эти вот инструкции, что все так легко и просто делается и быстро. Вот смотрите, вот даже показывают, в какую дырку закручивать, даже показывают, какую отвертку брать. Вот здесь, видите, даже все вот эти вот шурупчики, они пронумерованы. Ну, мне одним словом это доставляет удовольствие. Я обожаю это делать. Ну, естественно, когда время есть, когда настроение есть. Я думаю, этот столик сейчас за 10-15 минут соберу. Итак, мой столик готов. Как я и говорила, сборка была очень легкая и быстрая. Но у меня, правда, теперь немножко рука болит от отвертки. Видите, красная какая, потому что немножко пришлось покрутить гаек. Но ничего страшного, пройдет. И смотрите, ребят, что нашла. Начала искать вот такую вот штуку. Это у нас продается в долларовых магазинах. Это такая штучка под дорожки, под ковры кладется. Точно, чтобы не скользило. Но мне хочется что-то же на это зеркало сюда положить. То есть под зеркало положить, чтобы оно не скользило. И в шкафу. Я что-то думала, что они у меня коричневого цвета. Представляете? Даже вот черную нашла. И это какая-то мистика. Посмотрите. Она по размеру подходит вот в точь-в-точь. Как будто бы ее кто-то специально отрезал. Я наверное... Нет, это все-таки может быть вот так ее сложить. Ну вот что она черная, это же вообще идеально. Ну может быть вот так вот ее сложить. И на нее поставить зеркало. Ну она точно скользить не будет. Потому что зеркало тяжелое. Ну не дай бог, чтобы оно не поехало. И мне же не терпится сейчас зеркало поставить на этот столик. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Ну не знаю, подниму я его одна, не подниму. Сейчас буду пробовать. Ребят, я не знаю как, но я все-таки затащила это зеркало. Зеркало поставила на этот столик с третьей попытки. Правда, оно невероятно тяжелое. Но я его с третьей попытки все-таки затащила. Мне так хотелось посмотреть, как оно будет выглядеть. А когда мне что-то хочется, то я обязательно этого добьюсь. Вот так смотрится этот столик там. И вот так смотрится теперь это зеркало. Ребят, я жду ваших комментариев. Что вы скажете? Мне кажется, так намного лучше. Да, помните, я снимала видео, когда, ну вот буквально несколько минут назад, да, вы видели, когда зеркало стояло на полу. Оно было вот так наполовину стенки. По-моему, совсем другое дело. У нас еще здесь лежит вот такая вот птичка. Она, мне кажется, идеально туда подойдет. Видите, у нас вот эти вот подсвечники. Кстати, нужно найти свечки. Мы не можем найти подходящие свечки сюда. Может быть красные или белые подойдут. Но у нас как-то попадаются все они, ну, с этой, знаете, стеклянной, вот этой в стеклянной форме такой. А нам нужны, потому что вот эти вот штучки, вот эти иголки, нам нужны обычные свечки без стекла. Но не можем никак найти. И вот сюда, вот такая у нас птица есть. Мы хотели, но когда зеркало стояло на полу, мы хотели туда сверху ее повесить, А мне кажется, вот там, вот там в углу, вот там, видите, вот там в углу она будет классно смотреться. Ну, потому что черные вот эти вот на зеркале, и вот эти вот черные... Мне кажется, она будет там просто идеально смотреться. Сейчас видео отправлю мужу, чтобы он посмотрел, как наше зеркало смотрится. Ну что, молодец я? Я считаю, что молодец я, классно я сделала. И все, главное, что сама. Все, ребятки, устала я сегодня, пойду отдыхать. С вами на этом прощаюсь. Вот я в новом зеркале, в отражении. Все, пока-пока, до следующих видео.